Познакомимся теперь с монадой, которая называется State. Это монада, побочным эффектом которой служит возможность работы с изменяемым состоянием. То есть у нас есть обычное монадическое вычисление, и помимо этого в монаде State еще конструируется некоторое состояние определенного типа, к которому мы можем обращаться, записывая туда значение и считывая туда значение в процессе вычисления. Технически монада State представляет собой объединение двух идей. У нас была монада Reader, которая умела брать из внешнего окружения какие-то значения. Мы добивались этого, добавив функциональную стрелку, частично примененную, и это функционально, сделав ее представителем класса типов монад, и эта стрелка обеспечивала нам возможность читать что-то из окружения. С другой стороны у нас была монада Reader, которая позволяла писать в какой-то лог, записывать куда-то. Мы реализовывали это в виде пары. Теперь мы объединяем две эти идеи. Мы говорим, что мы можем откуда-то читать и куда-то писать. Но идея состояния как раз в этом и состоит, что это некоторое хранилище, из которого мы можем считывать значение и записывать туда значение. Собственно, поэтому монада State представляет собой просто некоторое объединение тех техник, которые у нас есть в монаде Reader и Writer. Единственное, что мы по типу должны все согласовать, это значит, что тип хранилища, из которого мы читаем, и тип хранилища, в которое мы пишем, должен быть одним и тем же типом. У нас были два разных параметра в разных монадах. Параметры E и параметры W для Reader и Writer. Environment и Writer. А теперь у нас будет параметр S, который параметризует эту монаду State. И если мы взглянем на то, каким образом монада State написана, мы увидим, что это действительно объединение Reader и Writer. Перейдем к реализации. Как всегда, начинаем с типа упаковки. У нас объявляется монада State, которая параметризована типом состояния, ну и переменным типом значения, который будет свой в каждой инструкции. У нас есть конструктор данных State и функция RunState, метка для поля, тип которого выглядит ровно как объединение монады Reader. Reader. Стрелочка связывает некоторый тип S. Левый аргумент стрелочки связывается. И Writer. У нас хранится пара, в которой первый элемент, это значение, которое меняется в каждой инструкции. А второй элемент, это как раз то, что у нас раньше называлось W, а теперь это тот же самый тип, что и здесь функциональной стрелочки. Таким образом, вычисление в монаде State заключается в том, что мы просто должны взять и изменить это состояние в процессе вычисления, а осуществить некоторый доступ к этому самому измененному состоянию. Каждый шаг, возможно, меняет это состояние. И композиция вот таких вот шагов, это как раз и есть связывание вычислений в монаде State. Ну, давайте посмотрим, каким образом у нас устроена, во-первых, функция RunState. Она берет некоторое вычисление, инкапсулированное в монаду состояние. Дальше она возвращает нам вот эту вот стрелочку, как возвращаемое значение. Но мы можем, как всегда, читать это немножко по-другому, так же, как в монаде Reader. Мы можем говорить, что принимается, во-первых, вычисление в монаде состояние, во-вторых, инициализирующее значение для нашего состояния. Дальше вычисление происходит, результатом служит пара. Это возвращаемое значение вычисления, и еще то состояние, которое получилось в результате тех обращений к состоянию на чтении и запись, которые у нас в монаде State происходили. То есть функция RunState для запуска требует двух параметров. И возвращает нам результат вычисления и окончательное состояние. Давайте теперь перейдем к реализации этой самой монады State. Как всегда, монада должна быть однопараметрическая. Состояние S общее для всей монады. Всякий раз мы должны задать некоторое конкретное состояние, которое в данном монадическом вычислении будет одного типа конкретного. Мы можем вычислять в монаде StateInt. Это значит, что состояние у нас будет типа Int. Мы можем вычислять в монаде StateString. И это значит, что состояние у нас будет иметь строковой тип. Теперь давайте сначала обсудим, каким образом мы можем реализовать Return. Return реализуется стандартным образом. Просто передается некоторое, во-первых, значение, которое мы, конечно, хотим упаковать в монаду State. Дальше мы должны превратить то, что лежит у нас внутри нашего контейнера State, в тот тип, который нам нужен. Превратить значение в этот тип очень просто. Значение должно быть первым элементом пары. Мы в качестве первого элемента пары кладем значение. А дальше пишем некоторую лямбду, которая просто описывает нам ту функцию, которую мы хотим получить. Единственное, на что стоит обратить внимание, что Return должен быть тривиальной стрелкой клей, если из типа А в тип State S. Как это достигается? Это достигается следующим. То состояние, которое мы передаем сюда, в результате этого вычисления остается неизменным. То есть, фактически, это константная функция по состоянию. Единственное, что в значение мы добавляем некоторое А. То есть, состояние, пришедшее в нашу инструкцию Return, и состояние после того, как эта инструкция Return выполнена в цепочке монологических вычислений, это одно и то же состояние. То есть, Return не меняет у нас состояние, но Return должен иметь тривиальную природу, поэтому такой Return для нашего типа State вполне подходящий. Теперь давайте опишем монадический байнд. Что должен делать монадический байнд, как и любой байнд для любого, любой монады, а не только для монады State? Он, как вы помните, должен вынуть из первого параметра, который представляет собой монаду, вынуть значение и передать ее в качестве аргумента в стрелку к лейсли. Ну вот, в нашем случае возвращаемым значением после запуска RunState служит пара. Мы делаем следующее. Мы, во-первых, начинаем все с абстракции по State. Ну, естественно, начинаем мы с упаковки результатов в State, потому что внутри мы будем с помощью RunState разбирать этот State до вот такой вот стрелки. Мы берем нашу монаду первую, запускаем ее, передавая этот самый с Т, по которому мы абстрагировали здесь, в качестве начального состояния. В результате запуска RunState на монаде M мы получаем, и на состояние с Т, мы получаем пару, некоторое значение и некоторое новое состояние. Монада M вполне может менять состояние, в отличие от привиальной вычисления в этой монаде, которая дает return. Поэтому мы получаем пару из нового состояния и некоторого значения. Значение мы передаем в стрелку к лейсли. Получаем, после того, как мы применяем стрелку к лейсли значению, некоторую новую монаду M штрих, к примененной к значению вынутому из первого вычисления. Это монадическое вычисление в монаде State M штрих мы опять передаем в RunState. Мы вычисляем, делаем второе вычисление, наш bind связывает два вычисления, выполняем второе вычисление, запускаем RunState, но в качестве состояния уже передаем State M штрих, то состояние, то состояние, которое вернулось из первого вычисления. И запускаем RunState. Таким образом, помимо простой передачи значения, которая должна выполнить любая монада, за кадром у нас остается действие по вычислению состояния. Состояние из первого, из первой монады, которая связывается из левой, при выполнении первого монадического вычисления преобразуется в State M штрих и передается в качестве инициализирующего состояния для второго вычисления. Таким образом, у нас, когда мы связываем два вычисления с помощью монадического связывателя, у нас происходит следующее. У нас, во-первых, идут обычные вычисления, а во-вторых, за сценой происходит некоторое преобразование State. То есть, фактически, второй элемент возвращаемой пары постоянно на каждом шаге наших монадических вычислений преобразуется. Ну, конечно, в соответствии с тем, каким образом у меня описаны два этих монадических вычисления M и K. Они преобразуются, и состояние изменяется. Как будто бы у нас где-то есть распределенная память. Ну, она здесь, внутри монады, описана явно, а когда у нас запускается полноценное вычисление, неявно передается некоторое состояние, и цепочка изменения этого состояния, она как раз сопровождает наши вычисления в этой монаде. Стоит также отметить два вспомогательных способа запуска вычисления в нашей монаде состояния. Собственно, базовый способ RunState, он возвращал нам пару из результата вычисления и итогового состояния. Иногда нас может интересовать только результат вычисления или только итоговое состояние. Если нас интересует только итоговое состояние, мы используем функцию ExactState. Она вызывает вычисление в переданной сюда монаде состояние с инициализирующим состоянием S и возвращает нам состояние, не интересуясь результатом вычисления. Фактически запускается RunState на параметрах монада и инициализирующее состояние, но интересует нас в паре только второй элемент, состояние. Есть еще вспомогательная запускающая функция EvolveState, которая поступает следующим образом. Она делает то же самое, что ExactState, но интересуется наоборот, просто возвращаемым значением и не интересуется возвращаемым состоянием. Ну, для этого мы обращаемся к первому элементу возвращаемой пары, которая возвращает нам функция RunState.